Доброй ночи и все самые важные события прошедшей недели с точки зрения нормального человека. Я Андрей Добров. Первая мысль после известия о том, что в аквапарке города Синьбэй на Тайване произошел взрыв и ранены несколько сотен человек. Теракт. И неудивительно, начиная с пятницы сообщения о терактах в разных странах посыпались на ленту информации. Продолжение следует. 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 перед ними, обойму за обоймой, длинными очередями, за считанные минуты превратив пляж в местное отделение ада. Остановить боевиков удалось лишь подтянув армейские части. Как выяснилось, по отдыхающим стрелял студент, не так давно завербованный ИГИЛ. Врачи сбивались с ног, проводя десятки операций, сообщая о новых смертях на Тунисской Ривьере. Атака экстремистов обошлась в 40 жизней. Еще 39 человек сейчас находятся в больнице. Англичане, немцы, французы. Среди них и раненая в плечо гражданка России Екатерина Хоменко. Она отдыхала в Тунисе вместе с матерью, которая формально числится пропавшей без вести. Мы ее пока считаем пропавшей без вести, пока не будет завершена процедура опознания, идентификации тел. В первую очередь со стороны местного министерства здравоохранения и судебных органов. Шок, если не сказать больше. Самолеты, летящие из Туниса, сейчас заполнены до отказа, обратно возвращаются пустыми. Уже ясно, что трагедия на Тунисском побережье сорвала туристический сезон. Возмущенные жители самого Туниса сейчас выходят на массовые акции протеста с требованием оградить их от экстремистов и их пропаганды. А власти уже объявили о закрытии 80-ти негосударственных мечетей, где эта пропаганда и велась. Эти террористы живут в виртуальном мире, в другой реальности. 26 июня стало черным днем не только для Туниса, но и для репутации крупнейших спецслужб мира. Террористы последовательно совершили сразу три атаки. Вслед за тунисской трагедией взрыв прогремел у одной из шиитских мечетей в Кувейте. Прямо во время пятничной молитвы погибли 27 человек. Еще через некоторое время террорист попытался взорвать бомбу на газовом заводе в пригороде французского Леона. Основное газохранилище уцелело только чудом. ИГИЛ, похоже, перешел в наступление сразу по разным фронтам и в совершенно разных уголках планеты. И ни одна из этих атак не была отражена. Главный вопрос – как такое могло произойти? Чем занимались спецслужбы стран, где произошли трагедии? И тоже Агентство национальной безопасности США, которые по собственным заявлениям ради борьбы с терроризмом держат под колпаком едва ли не каждого жителя планеты. А ведь в тот момент, когда террористы готовились к походу на Тунис, мир узнал об очередной победе разведки Соединенных Штатов. Правда, не над экстремистами, над лидерами стран Европы. Новое разоблачение от хакеров Викиликс. Вместо слежки за боевиками, американские разведчики годами следили за президентами Франции, в том числе и действующими. Информация об этом пришла в том числе через этого человека, глава крупнейшего хакерского объединения Европы, разоблачитель спецслужб, Энди Мюллер-Магун и его первое интервью к российским журналистам. Мы не делаем голословных заявлений, мы ссылаемся на конкретные документы АНБ. Сейчас мы продвинулись еще дальше. Мы составили картину того, чем американские спецслужбы здесь занимаются. Пока боевики ИГИЛ изучали подходы к газовому заводу под Леоном, США и Франция обвиняли друг друга и оправдывались перед союзниками за собственную политическую возню, которая стала известна благодаря Викиликс. Потому что слишком ненужные вещи теперь знают все. Ну, например, как эту. Фрагмент докладной записки ЦРУ, сделанной на основе прослушки французских лидеров. Тайные переговоры пройдут в Париже между французскими дипломатами и членами германской социал-демократической партии. Премьер-министр Жан-Марк Эйро попросил президента Оланда сделать эти консультации тайными, чтобы избежать дипломатических проблем. А может быть это ложь, но откуда тогда взрывная реакция Франции на случившееся? И отчего друг и ближайший соратник Энди Мюллера Магуна, Джулиан Ассанж, до сих пор вынужден скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне? Мировые державы смотрят за реакцией Парижа. Франция не может занимать положение страуса. На кону стоит экономическая и политическая целостность Франции. Суверенитет страны не должен быть попран. Классическое, если мы и следим, то только потому, что стоим на страже планеты от терроризма, от американских политиков на этой неделе звучало особенно цинично. Когда мир узнавал о том, как ЦРУ слушало разговоры европейских лидеров, десятки тех же европейцев погибали от рук террористов в Тунисе. Хотя, что кроме скандалов, в последнее время слышно про американскую разведку? Во-первых, Айнбен не предотвратила ни единого теракта в США. Во-вторых, я убежден, что бостонские взрывы были операцией под ложным флагом. Им не просто позволили случиться, их заставили случиться. Это можно назвать конспирологией, но об организаторах взрывов в Бостоне, братьев Царнаевых, США точно знали. Эту информацию им передавала Россия. Чем всё закончилось? В ноутбуке Энди Мюллер Магуна хватает данных о том, как США тратят 100 миллиардов долларов в год на тотальную слежку. Знаете, как прослушивали господина Оланда, спрашивает он? Как удалось выяснить в его группе, схема была точно такой же, как и несколько лет назад в Берлине, когда содержимое всех разговоров канцлера Германии и депутатов Бундестага мгновенно узнавали в Агентстве национальной безопасности США. Приоткрываем тайну компьютера немецкого хакера. Это крыша американского посольства в Берлине. И видите эту постройку, где как бы окна есть? Благодаря термокамере она отслеживает тепловое производство. Можно лучше увидеть, где стоит электроника. Некоторые из этих фотографий опубликовал влиятельный немецкий журнал «Шпигель». Теперь мы показываем неопубликованное. Судя по ним, оборудование в надстройке над посольством столько, что оно просто горит в инфракрасном диапазоне. Но по данным, добытым хакерами, срушили далеко не только Меркель. Американское посольство в Берлине находится в самом, что ни на есть, историческом центре столицы ФРГ. Потому что вот они, Бранденбургские ворота, ну а посольство попросту пристроено к ним. Причем, как оказывается, место это еще и стратегическое. Потому что там, за воротами и парком, находится бывшее здание Рейхстага, в котором сейчас заседает Бундестаг. Депутатов которого так активно прослушивали. Только вот заканчивается ли Бундестагом эта история? Ведь по другую сторону от Бранденбургских ворот находится посольство Франции. Ну а как относятся сотрудники американского АНБ к французским политикам с недавних пор стало общеизвестно. Ну и дальше. Вот за этим домом находится посольство в Великобритании. Кстати говоря, там недавно тоже появилась странная настройка на крыше. Ну и на сладкое. За этим сквером посольство России. Следить за русскими, это, конечно, национальный вид спорта для американских разведчиков. Но вот еще один факт из лэптопа главы крупнейшей ассоциации хакеров Европы. По данным Мюллер-Магуна, такие же устройства установлены в почти 80 крупнейших городах мира. У американцев не существует практически партнеров. И, как говорил Ален Далис, существуют разведки дружественных стран, но не существует дружественных разведок. Поэтому всегда они работают все против всех и дружат против всех. Только какое отношение к борьбе с терроризмом они могут иметь? Но ведь сейчас в Европе многие верят, без тотальной прослушки с терроризмом не справиться. Это поколение более прагматически или цинично настроенных людей, которые говорят, мы и так ничего не можем сделать, пусть прослушивают. Главное, здесь бомбы не бросали бы исламских террористов. Только вот бросают террористические атаки. В Черный Вторник обошлись миру в почти 70 жизней. И не прослушка, не потраченные на что-то. Сотни миллиардов долларов не помогли ни на йоту. Нужно разделять две вещи. Есть прослушка граждан с целью безопасности. Но терроризм в той же категории. ЦРУ еще в 60-е годы в Италии разработала стратегию напряженности. Например, позволить взорваться бомбе где-нибудь на ЖД вокзале. И после этого люди сами кричат о том, что нужно больше безопасности. Нужны меры, которые бы нас спасли от злых террористов. Это, конечно, частное мнение, пусть и от хакера, получившего доступ к колоссальному объему секретной информации. Сколько именно знает Герр Мюллер Магун, не может сказать никто. Но только для чего нужна система тотальной слежки, если она не слишком-то спасает от террористов? Что действительно шокирует, насколько США не соблюдали правила игры. Хотя сейчас явно не до игр, когда боевики ИГИЛ перешли в наступление, перед которым, как выяснилось, западный мир оказался совершенно беззащитен. Несмотря на потраченные миллиарды, тотальную слежку и собираемый Американским агентством безопасности компромат на европейских лидеров. Дмитрий Тархов, Дарья Суздаль, Александра Бессонова, Альфред Оя, РЕН-ТВ. Еще о теме западной борьбы с терроризмом. Есть еще кое-что странное во всей этой истории. Помните теракт 11 сентября 2001 года «Башни-близнецы»? Будущих террористов проверяла ФБР, но в какой-то момент их признали не опасными для США и слежку прекратили. Братья Царнаева, теракт на бостонском марафоне. Российские спецслужбы отправляли своим американским коллегам материалы на Тамерлана Царнаева. Однако ФБР было признано, что он, если представляет угрозу, то для России, а не для Штатов. И слежка за ним была прекращена. Андрес Брейвик с марта 2011 года был под наблюдением в Норвегии. Но надзор был снят после того, как норвежские спецслужбы решили, что он не представляет никакой опасности. Братья Куаши, устроившие бойню в редакции парижского еженедельника Шарли Эбдо. Французские спецслужбы прекратили за ними слежку, посчитав их не опасными. Посмотрите, самые громкие теракты в мире совершаются людьми, за которыми следили, но потом под разными предлогами эту слежку прекращали. Ну так и хочется сделать вывод, кто-то сверху давал приказ прекратить надзор, для того, чтобы никто случайно не помешал террористам подготовке массовых убийств. Их делали невидимыми для спецслужб. Вы скажете, ну это просто совпадение. Такое же совпадение, как теракт во Франции на этой неделе, ровно в тот момент, когда французские власти возмутились прослушкой своего президента и потребовали ответа от США. Тревожная акция, неделя акции протеста в Армении, которые могут вылиться в очередную цветную революцию. Мы в России просто обречены на то, чтобы проводить контрреволюционную политику, иначе завтра майданы будут уже и в российских городах. Ведь найти чисто экономический повод для них здесь тоже несложно. Ведь так уже было в 91-м году. Неудивительно, что именно сейчас мы наблюдаем в России процесс переосмысления и наших революций того времени. Смотрите, в Москве на этой неделе одобрили референдум о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянской площади. А ведь его снесли именно в 91-м. А министр обороны Сергей Шойгу на форуме Армии 2015 еще на прошлой неделе призвал не допустить повторения событий 91-го и 93-го годов, назвав их цветными революциями. И рассказал, что военная академия Генштаба уже полгода занимается технологиями борьбы с цветными революциями. В этой же логике я рассматриваю и проект так называемого патриотического стоп-листа, первичные иностранных организаций, работающих на дестабилизацию ситуации в России, которым предлагают запретить деятельность в нашей стране. Это инициатива Совета Федерации. Многие из таких организаций появились в России именно в 91-м и занимались деятельностью, о которой президент Путин в начале недели сказал так. Мы с вами знаем, наверное, а может кто-то и не знает, так называемые фонды иностранные. По школам работают. Сетевые организации просто шарят по школам. Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле, как пылесосом высасывают просто и все. Уже прямо со школы бетруиентов берут, на гранты сажают и вывозят. Поэтому вот на это уже нужно обратить внимание. Обратите внимание, кто является главной боевой силой всех цветных революций. Школьники и студенты, как самая подвижная в протестном плане категории населения. Например, всю неделю в Армении идут акции протеста против повышения тарифов на электричество. Уже было и строительство баррикад, и попытки разгона водометами. Активисты упорно отказываются называть эти акции цветной революцией. Неделю из-за тарифов. Причем заканчивать этот протест никто не собирается. Электричество? Ну а смотрите, сколько там студентов, которые вообще, как правило, не знают, сколько стоит электричество. Они же за него не платят. Энергетика протеста в Армении, нам говорят, мы не хотим революции, мы гоняем отсюда провокаторов. Посмотрите, как у нас тут все цивилизовано. Горожане приносят еду в знак солидарности, а по вечерам сами приходят поддерживать лозунги. Зачем вы, российские пропагандисты, обманываете, сравнивая нас с киевским Евромайданом? У нас только одно чисто экономическое требование. Да, и в Киеве в 14-м государственный переворот начинался с того, что люди просто хотели безвизовый режим с Европой. Чисто экономическое требование. Но почему-то, когда правительство Армении согласилось компенсировать убытки населению от роста тарифов, митингующие в Ереване уходить с улиц отказались. Знакомо, правда? Всю эту неделю в Ереване работал наш корреспондент Виктор Синёк, который своими глазами наблюдал за событиями и пытался понять, что это действительно просто мирный протест или всё-таки попытки раскачать политическую ситуацию. Они, словно отрицательно заряженные частицы, направленно движутся к резиденции президента и по закону ОМА встречают сопротивление. Полиция сначала просит покинуть проспект Баграмяна, потом резко меняет свойства этого проводника. Вот идут водомёты. Весь этот армянский электропротест и правда можно описать словами из школьного учебника физики за восьмой класс. Вот только практические опыты в Ереване не прекращаются уже который день. Армянам и так понятно почему. Мы же потратили неделю на то, чтобы разобраться в этом. В семье Асатрян давно введён режим строжайшей экономии. Стиральная машинка с минимальным энергопотреблением, нет кондиционера, почти везде энергосберегающие лампочки. И строгое правило для всех, уходя, гасите свет. Но в месяц меньше тысячи рублей в пересчёте на российские деньги не выходит. Электрическим чайником не пользоваться невозможно. Я стараюсь его, кажется, по возможности редко включать, но в общем включаю, честно скажу. Вот тостер не разрешаю часто включать. Слишком дорого даже для россиянина, но в Армении люди живут намного скромнее. Здесь доход, равный 20 тысячам российских рублей, считается приличным. Нет ничего удивительного, что когда объявили о повышении, народ хлынул на улицы. Армяне резонно рассудили, подорожает всё. Эксперты согласны. Бывший замминистра экономики Армении Тигран Арутюнян приводит мрачную статистику. Повышение тарифов отразится и на армянском экспорте. Наш товар будет менее конкурентоспособен на том же российском рынке. Он и так уже менее конкурентоспособен. Если вы знаете, наш товарооборот с Россией с начала года упал порядка на 30%. Сейчас в Армении все делятся на две категории. Те, кто не даёт упасть протестному напряжению на улицах, и те, кто работает сверхурочно, чтобы платить по счетам. Кроме Еревана, акции прошли в городах Ванадзор и Гюмри, но разговор полицейских с недовольными был коротким, как замыкание. А вот с армянской столицей пришлось считаться. Каждый день на проспекте Баграмяна проходит одинаково. Ночью, утром и днём здесь стоят, сидят или лежат несколько сотен человек. Вечером уже несколько тысяч. Они не идут на переговоры, не выдвигают политических требований, а ещё утверждают, что лидеров здесь нет. Все равны в едином требовании отменить повышение тарифов. Но ведь кто-то должен был всё организовать. Потому что я говорю намного лучше по-английски. Ответы только на языке западных ценностей. Это одно из условий интервью. Мы, конечно, согласны, ведь именно он первым повернул тот самый рубильник, который и запустил этот электрический протест. Президент армянской НКО Нарек Самсонян несколько дней назад завёл в соцсетях группу «Нет грабежу». Призвал к активным действиям. Теперь с удовольствием глядит на результат с баррикады из мусорных баков. Мы понимаем, что нам нужны западные ценности в Армении. Но только ценности, не политическая повестка дня. Мы хотим видеть здесь организованное гражданское общество. Это лучшая гарантия того, что у власти будут хорошие люди с западными демократическими ценностями. Бороться за всё хорошее против всего плохого. Армянская прогрессивная молодёжь такую простую идею, конечно, с радостью поддержала. На студентах, артистах или даже школьниках здесь всё и держится. Энергии у них много, дел мало. Готовы стоять на Баграмяна с утра до вечера. И это уже было в какой-то другой стране. Года полтора назад. Работая здесь, на проспекте Баграмяна, мы каждый день слышим от участников акции одну и ту же просьбу, точнее даже требование. Не сравнивайте наш протест с украинским Майданом. Такие параллели армян очень обижают. Но с чем же ещё сравнивать? Название «Электромайдан» закрепилось за этим протестом как-то сразу. Да и формальных признаков того, что процесс здесь развивается похожим образом, предостаточно на мусорных баках установили аудиоаппаратуру, появились выступающие, молодые люди стали скрывать лица, а из толпы всё чаще кричат, что снимать нельзя. Ну и как по учебнику. Стоящим на проспекте активисты раздают питьевую воду и еду. Майдан, возможно, ещё не начался, но ситуацию могут умело взять под контроль. Для этого всё готово. Публичные попытки превратить этот протест в Майдан уже есть. Это и заявление посольства США, это и заявление киевских различных организаций, это и всяческие акции в поддержку армянского Майдана, которые происходят в Киеве и в Грузии. Любой протест будут пытаться перевести вот в такое деструктивное русло, которое, очевидно, крайне негативно скажется прежде всего на самой республике Армении, на армянской государственности. Ещё одна чисто майданная особенность – настоящая атака на российские СМИ. Корреспонденты телеканала «Россия-24» армянские активисты вычислили в толпе и вызвали на разговор, который больше напоминал угрозу. Но если в другой раз я это ещё раз увижу такое, мы можем поговорить с подругами. Корреспонденту НТВ группа провокаторов сорвала прямой эфир, чем довела девушку до слёз, просто потому, что она представляла российские СМИ. Нам тоже часто мешали. Находиться здесь можно, но вот протесты проводить. Ну что, что делаешь? Но как там говорили на Киевском Майдане, они же дети, впоследствии могут и не осознавать, но эти кадры уже крутят все западные каналы, доказывая, что армяне не просто митингуют, а противостоят России. Соцсети тоже подхватили и сайты, которые курируют армянские НПО. Все те, кто встречался не так давно с Викторией Нуланд, когда она приезжала в Армению, и имела закрытые встречи с руководством этих фондов. И мы сегодня видим уже реальное воплощение её всех призывов, которые были сделаны в своё время на Майдане. И ведь об этом Армению уже предупреждали из-за океана. Буквально в марте авторитетный учёный, бывший помощник по экономической политике министра финансов при Рейгане, Пол Крейг Робертс, заявил. У вас планируется такой же переворот, как был в прошлом году на Украине. Тогда же Робертс отметил, что визит в Армению помощника госсекретаря Виктории Нуланд и её встречи с представителями некоммерческих организаций совсем не случайны. Цель визита Виктории Нуланд – организация переворота в вашей стране, финансирование НКО в Армении, чтобы вывести людей на улицы, а ещё подкуп политиков. И даже центр подготовки переворота ещё тогда был известен. Корреспонденты РНТВ провели расследование и нашли малопримечательный офис в Праге. Его деятельность финансирует частный фонд Чарльз Стюарт Мод Фондейшн – один из спонсоров Майдана. Здесь в обстановке строго секретности обучают активистов. На окраине чешской столицы будет работать Центр по восстановлению демократии в странах бывшего СССР, включая Кавказ. Лидер организации Шимон Паник, по некоторым данным, завербован ЦРУ. Будем заниматься поддержкой демократических институтов гражданского общества, там, где нарушаются права человека. А что если к поддержке демократических институтов и защите прав человека, Паник уже приступил в Армении? Или вот-вот начнет? И каким бы ни был этот протест, и кто бы не подпитывал его энергией, за неделю электромайдан существенно разросся. Даже обещание президента Армении провести независимый аудит поставщика электричества и компенсировать населению разницу в цене, так и не заставили людей уйти с проспекта Баграмяна. Зачем, если они уже начали побеждать? Здесь слишком красиво развиваются армянские флаги и говорят слишком красивые слова. Такую привычку бросить теперь будет очень сложно. Виктор Сенёк, Кирилл Ковторинский, Александр Бессонова, РЕН-ТВ. На самом деле, все это последствия геополитической катастрофы 1991 года, развал СССР, отпочковавшиеся республики, слишком малы и бедны для того, чтобы жить на самообеспечении. Поэтому, хотя политически они независимы, суверенны, но экономически они все равно зависят от России. Просто в силу того, что российский бизнес мощнее и скупает все активы в сопредельных государствах. Например, армянские энергосети. Ими владеет российская компания. Если бы Армения осталась в составе Российской Федерации, вопрос с тарифами решился бы быстро, потому что и политический центр, и главные офисы энергетических компаний, владеющих армянскими электросетями, находились бы в Москве. И так жители армянских городов, а так жители армянских городов требуют от своих властей решить экономическую задачу, которую те практически решить не в силах со всем уважением к армянскому правительству. Потому что речь идет о процессах не только в одной Армении, а на огромных пространствах. Вот и все. Но чтобы было еще понятнее, приведу пример. Вы живете в большом городе и пользуетесь всеми благами цивилизации. Вдруг вам хочется свободы и природы, вы строите свой собственный домик подальше от города, но в нем нет благ цивилизации, надо все делать самому, а это практически невозможно. Поэтому вы и живете на уровне не 21 века, а века 18-го с лучиной и курятником. Это жестоко, но это реальность. Зато граждане Армении могут сегодня легко заглянуть в будущее, чтобы понять, что их ждет, если они все-таки допустят к рулю протестов специально обученных людей. В США объявили о величайшей гуманитарной победе. Верховный суд страны легализовал однополые браки на всей территории штатов. Но это оказывается вовсе не внутреннее дело американцев. Голос-секретарь США Джон Керри заявил, что Америка будет распространять эту инициативу по всему миру. Впрочем, это не новость. Еще несколько лет назад перед своими очередными выборами Барак Обама уже заявлял, что приоритетом внешней политики США станет защита сексуальных меньшинств. Согласно общенациональному опросу, в США среди мужчин 3% гомосексуалисты, женщины чуть больше 1%. Такие же опросы показали, что все остальные жители штатов уверены, что гомосексуалистов очень много, около 20% населения. И поэтому их проблемы являются по-настоящему важными для общества. Демократы вовсю используют это убеждение в своей предвыборной программе. И вся эта история с разрешением однополых браков, с раскрашиванием белого дома в радужные цвета флага гомосексуалистов, все эти внешнеполитические заявления, это не что иное, как предвыборная кампания Хиллари Клинтон. Если бы американцы поняли, что на самом деле речь идет не о самых важных проблемах, всего 4% населения, думаю, эйфории от вчерашнего решения Верховного суда было бы меньше. А так, Обама заявляет, сегодня мы сделали мир чуть лучше. Это было как раз то сегодня, когда во Франции террорист отрезал голову работнику газового завода, в Квейте взорвали мечеть, а в Тунисе расстреляли десятки отдыхающих. Мне кажется, что мир не стал чуть лучше. Боюсь, все это не так радужно. Кстати, вы видели этого молодого человека, организатора так называемого армянского движения, «Нет грабежу» одного из координаторов ереванского протеста. Как лично вы думаете, это серьезный политик? У него достаточно жизненного опыта, знания ситуации, авторитета, для того, чтобы призывать выйти на улицы тысячи людей. Если вы встретите его на улице, вы доверите ему ключи от своей машины? Ну или деньги, чтобы он сходил и купил для вас продукты в магазине. Вот в этом вся суть подавляющего большинства оппозиционных лидеров на постсоветском пространстве. И в России тоже. Они призывают к государственным переворотам. Они собирают тысячные митинги. Они выдвигают требования. Ну а сами они кто? Люди в пальто. Но, к сожалению, именно они постепенно заполняют политический вакуум. Об этом сразу после рекламы. Это «Добров» в эфире мы продолжаем. На этой неделе не стало одного из самых авторитетных политиков страны Евгения Максимовича Примакова. Я говорю политик, хотя, казалось бы, из большой политики он ушел довольно давно. С 2001-го он занимал пост главы торгово-промышленной палаты. Но, тем не менее, в отличие от так называемых современных оппозиционных лидеров, не занимая никаких высоких постов, Примаков был человеком каждое выступление, которого сразу становилось событием. Обсуждалось и влияло на умы, в том числе и тех, кто принимает решения. И совершенно понятно, почему. Именно Примаков в свое время быстро и довольно безболезненно вывел страну из страшного дефолта 1998-го года, который стал делом рук либеральных экономистов. И именно Примаков первым из официальных лиц показал, что Россия не отказывается от своего суверенитета в пользу Запада, сделав знаменитый разворот над Атлантикой в марте 1999-го. Сегодня мы видим, как Путин переигрывает практически всех западных лидеров во внешней политике, навязывая им свою логику действий. А ведь помните, к концу 90-х в США и Великобритании уже перестали обращать внимание на Россию. Вплоть до того, что распустили институты, занимавшиеся изучением нашей страны, перестали финансировать так называемых советологов. Демарш Примакова стал той поворотной точкой, когда на Западе поняли, поторопились. Это была их стратегическая ошибка. Евгений Примаков, ученый, разведчик, дипломат, государственный деятель, человек российского возрождения. В материале Александра Нацадного. Когда в банкоматах было пусто, а в кошельках людей образовалась финансовая дыра, когда в стране объявили дефолт, и после черного вторника 1998-го в коридорах власти бурлил политический кризис, в это непростое время все взоры обратились к нему. К счастью, для России, например, такой человек в России есть. Это Евгений Максимович Примаков. Отставки двух правительств подряд, парламент на грани распуска, да еще болезнь президента Ельцина, все это могло закончиться для России как минимум голодным бунтом. Тогда на мудрого и опытного Примакова все смотрели, как на спасителя. Примакова в премьеры. Депутаты проголосовали за Евгения Максимовича с первого захода. Примаков прекрасно понимал, что ему достается в наследство, поэтому и думал, как взяться, чтобы вытянуть страну. Ведь ошибиться было нельзя, а его все торопили. Как вы можете не согласиться? Страна лежит в развалинах. Стоят уже практически железные дороги. Сейчас будет распущена Дума. Правительства нету. Нету главы правительства. И тут же меня поразило просто. Он сказал, а президент может в любой момент уйти. К тому времени Евгений Примаков хорошо известен в стране и в мире. Академик, директор Института Востоковидения, депутат Верховного Совета, СССР, глава службы внешней разведки, министр иностранных дел России. В кресле премьера он с жаром взялся за дело. Да так, что у некоторых затрещали кости. Из нашего тяжелого сейчас положения нам не выйти, если мы не усилим борьбу с преступностью, с коррупцией. Он ввел жесткий контроль за потоками валюты. Утром и вечером считали, сколько есть и не позволяли выгонять деньги из страны. Он ввел абсолютный контроль за нефтегазовыми королями, которые могли взвинтить в несколько раз цены на энергоносители. Но он им сказал, у вас из этого ничего не выйдет. Вы будете выполнять приказы и поручения правительства. Спокойный, по-восточному неторопливый, внешне он казался очень мягким. Но только казался. Его железную хватку почувствовали многие и испугались. Примаков остановил отток капитала из страны, наладил внутреннее производство. В стране появились деньги. У бюджетников, пенсионеров зарплаты и пенсии. Народ успокоился, потому что поверил. Простота общения, простота манер, скромность. Это его главные были качества. Евгений Примаков рассказывал в интервью, что первым делом на посту премьера заручился поддержкой своих бывших коллег из разведки, которую он возглавил в 1991 году. Ветерану внешней разведки Юрию Кабаладзе посчастливилось не только работать с Евгением Примаковым. Они дружили. Юрий Георгиевич вспоминает, что тогда, в 1991-м, лихое время будто испытывало Примакова на прочность. Все трещало по швам, в том числе и силовые министерства. Тогда бегали полоумные, в том числе и депутаты, ну, разная публика, которые открываете архивы, все хотим знать. И Примаков в этот период своим авторитетом, своим политическим весом, своей близостью к Ельцину, своей мудростью, опытом политическим, он, по существу, спас разведку. Он сохранил советские традиции разведки. К тому же, ввел новые вводные, которыми спецслужбы пользуются до сих пор. Все, кто его знал, говорят, что, несмотря на высокие посты и должности, Евгений Максимович всегда оставался человеком простым и честным. Я сам при власти был, вы знаете, в определенное время. Это единственный человек, которому ничего не прилипло. Ничего из грязи. Потому что честно. Это почувствовали все. И когда Примакова из премьерского кресла отправили в отставку, 81% россиян с этим решением не согласились. Он делал только то, что было выгодно стране, а не ему лично. Но Примакова все равно уволили. Но он не расстроился, даже как будто выдохнул. В этот день он был на стадионе. Смотрел, свистел, болел. Это великий государственник. Это настоящий патриот. Это замечательный души человек. Для меня он всегда был, если останется учителем и наставником. Он всегда был на стрие исторических событий. Август 91-го года, накануне путча, Евгений Примаков, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, историческое возвращение Горбачева из Фороса, оказывается, проходило не без его участия. Непонятно, чем все это закончится. Но он интересно ответил. Говорит, да у нас у всех жизнь непонятно, чем закончится, поэтому я все равно с тобой полечу. А вот еще один знаменательный полет Примакова. Вернее, его разворот в небе над Атлантикой. В разгар югословского кризиса премьер летел на переговоры в Америку. Весть о начале бомбежки Белграда заставила Примакова сделать этот политический маневр. Позже этот разворот назовут историческим поворотом в отношениях США и выстраиванием всей дальнейшей внешнероссийской политики. Это был человек очень серьезный, очень патриотичный, нацеленный на решение конкретных проблем, не демагог. Вместе с тем это был человек веселый, остроумный, замечательный анекдотчик, прекрасный тамада, человек, который украшением был любой компании. Умение дружить, коммуникабельность – это все родом из Тбилиси. Детство и юность Примакова прошли в этом южном городе. Замечательные качества характера помогали ему не только быть душой компании в частной жизни, но и за столом переговоров с зубрами современной дипломатии, когда он возглавил российский МИД. Он без преувеличения автор нашей внешнеполитической линии на Ближнем Востоке. Он же внес колоссальный вклад в выработку основ современной мировой науки об этом ключевом регионе мира. После седьмого класса школы в 44-м году Евгений Примаков поступил в Бакинское военно-морское училище. Потом уже журналист-международник он писал в газету «Правда». Дальше было гостей радио СССР, где он прошел все этапы и стал главным редактором вещания на арабские страны. Евгений Примаков писал до последних дней его мемуары, точнее любых учебников, а стихи словно исповедь, признание, к которым и добавить нечего. «Я твердо все решил быть до конца в упряжке, пока не выдохнусь, пока не упаду, и если станет нестерпимо тяжко, то и тогда с дороги не сойдут». Александр Натсадный, Егор Севпионов, РЕН-ТВ. Да, конечно, можно по-разному относиться к государственным деятелям, сформировавшимся еще в СССР, но одного у них не отнять, высокого имперского стиля. Сейчас такие почему-то не получаются. Сейчас чиновники и политики какие-то метущиеся, экзотические. Так, например, на северо-западе страны раскрыт монархический заговор, антиконституционный. Подробнее сразу после рекламы. А это Добров эфир, мы продолжаем хорошая новость. Центробанк выпустил доклад, в котором утверждается повторение кризиса, как в прошлом году можно не бояться. У нас накоплено достаточно ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость финансового сектора. Прекрасно, в Центробанке деньги есть. Вот бы еще и у населения они были бы. Судя по последнему вопросу фонда общественного мнения, две трети россиян, а именно 63%, вынуждены теперь экономить на продуктах. Они ищут, что подешевле. На чем экономят? Ну, во-первых, на мясе, на курятине, потом на сырах и колбасах, потом на рыбе, фруктах и кондитерских изделиях. Казалось бы, главное, чтобы картошка и капуста продавались по доступной цене. Но не все так просто. После того, как ЕС продлил санкции против России до января 2016-го, вполне логичным выглядит то, что и мы продлили свое эмбарго на продукты тех стран, которые объявили нам экономическую войну. Как вы помните, запрещен ввоз мясной, рыбной, молочной продукции, овощей и фруктов. Но вот на этой неделе министр сельского хозяйства Ткачев рассказал, что под российское эмбарго могут также попасть кондитерские изделия. Это мне? Цветы, рыбные консервы. Ткачев заявил, что будут перекрыты все дыры и черные схемы для провоза продуктов, запрещенных в России. И тогда, наконец-то, отечественный производитель сможет выйти на внутренний рынок и затопить его дешевым и качественным отечественным продуктом. Все это было бы хорошо, если бы заявления Александра Ткачева не совпали бы с резким повышением цен на целый ряд продуктов, причем самых ходовых, таких как картошка, капуста и гречка. Правда, конца недели Александр Ткачев сам себя опроверг, сообщив, что ни вино, ни кондитерские изделия под наши контрсанкции не попадут. Мало того, у нас будут даже устрицы и радужная форель. Ура! О чем мы вам рассказывали на прошлой неделе. Все это хорошо, но я опять возвращаюсь к этой дурацкой картошке и капусте, к этой всем надоевшей гречке и даже клубнике российского производства. Но вот скажите мне, как при отсутствии западных конкурентов цена на эти корнеплоды, крупы и ягоды продолжает расти такими мощными темпами? Ведь уже год как правительство специально борется со скачками цен. Выделили на развитие сельского хозяйства в прошлом году 636 миллиардов рублей. Даже заменили министра на нового, молодого и красивого. А что с капустой-то и картошкой не так? Понятно, если бы качество было выше, а с ним и цена. Но! Но какое может быть повышение качества у картошки? Об этом в материале Владимира Щеглова. Девушка, реже салаты. Ярмарка выходного дня в столице. Ну кто ее оценит лучше? Ну-ка, вот он стоит. Не трогай рука. Держи, держи. Убежденный с недавних пор вегетарианец, Жириновский редко ходит по рынкам. Но сегодня, несмотря на дождь, он внимательно изучает ассортимент. Здесь отпил квасу, тут пощупал салат. И вроде бы все наше, но как-то дороговато. Область должна кормить город. Чего везти за тысячу километров? Чтобы сохранилось, посыпают всякой гадостью. Вот с грядки нужно, с грядки сюда. Это он еще не ездил на поля клубники. Где по традиции бывает каждый год. Там с его прошлой поездки очень многое изменилось. Совхоз имени Ленина. Крупнейший поставщик клубники в России. С этих полей за сутки собирает до 100 тонн ягод. Ну, это пик ее урожайности. То есть, своя клубника в России все-таки есть. Но почему же так дорого? Первая клубника у нас идет дорогая, конечно. А сейчас, в настоящее время, 270 рублей. Вообще-то, Москва объедается клубникой со сметаной или с сахаром за полцены. Но не своей родной, а импортной. В чем же причина? Директор совхоза ведет нас на склад, чтобы раскрыть секрет фирмы. Это землянику, которую собрали вечером. Вы называете клубникой, это земляника садовая. И это вечерний сбор, который мы не смогли продать. Если мы это вот это не реализуем, значит, мы в этом, скажем, дне, на этот день, не получим, не дополучим 12 миллионов рублей. Издержки. Они запрятаны внутри отечественной цены. А все потому, что совхозу в этом году преградили путь на московский рынок. Раньше клубнику продавали у станции метро из палаток в виде ягод. Это преимущество не понравилось антимонопольной службе. ФАС решила, что в этом году ягодные места дадут через аукцион. Но его еще не проводили, а клубника не ждет, набирает цвет. В общем, ягода, того и гляди, сгниет на ветках. Мы остановили сбор, потому что мы не можем продать такое количество, то есть, ягоды. Если мы сегодня соберем еще 70 тонн, то, естественно, больше половины переработают. А это Испания. Здесь выше урожайность и ягоды круглый год. Собственно, этого и достаточно, чтобы поставлять в Россию дешевую клубнику. И пусть вас даже не смущает, что Испания в числе стран, которые у нас под продовольственным эмбарго, продукты как возили, так и возят в перекупщики. Владелица овощной палатки Зинаида про них все знает. Приходили вот эти большие куры, стояли девочки молдаване, но работали они на Польшу. На Польшу. Продавали с польской ягодки. Вот оно, польское яблоко. Уже лежит второй месяц, как будто только сняли с ветки. Красивое внешне совсем не то, что внутри. Все потому, что почва в странах активного земледелия не такая плодородная, и производители пичкают ее удобрениями. Фрукты и овощи растут как на дрожжах, но не успевают накопить природного сахара. Если польский фермер хочет разбить сад, он получает кредит на 25 лет по ставке от 0,5 до 2% годовых. Прекрасные условия. Если польский фермер хочет построить для своей продукции овощи или фруктохранилище современное, то 50% капитальных затрат государство ему компенсирует. Россия съедает полтора миллиона тонн яблок, а собирает всего треть. В стране пока никак не обойтись без импорта. Закупаем примерно по доллару за килограмм. Выходит, больше 60 миллиардов рублей в год. И этими деньгами Россия фактически субсидирует иностранных фермеров. А могла бы своих на сельхозвыставке. В Воронеже говорят о росте цены на российские яблоки. Подорожали яды, удобрения, саженцы. Но урожай обещает быть хороший, чего не скажешь о косточковых. Были два дня очень сильные морозы. И вот этих культур практически нет. И поэтому цены мы можем смотреть очень дорогие. Росстат уже все зафиксировал. В России резко подорожали и овощи, и фрукты, и прочие продукты. Вся потребительская картина. Больше всего капуста, лук, морковь, сахар, картофель и гречка. Что самое удивительное, все это на фоне падения общемировых цен. По данным ООН, индекс продовольственных цен упал до 6-летнего минимума. А что у нас? Больше 12% роста. Правительство могло бы зафиксировать цены. Так уже бывало. Но вице-премьер Дворкович, курирующий сельское хозяйство, заявил, что нет никаких признаков для принятия подобных решений. Мы нашли крупного производителя овощей, чтобы разобраться, почему отечественный продукт выходит дороже импортного. Ну, та же капуста. Почему неожиданно подорожала вдвое? Ну, о капусте это исключительные условия, потому что в октябре было минус 13, и многие, которые не убрали капусту, эта капуста просто-напросто замерзла. И это как бы спровоцировало такую цену. Хозяйство Прямого полторы тысячи тонн овощей, в том числе капуста, морковь, свёкла, лук. Производство полного цикла. Выпускают мытые клубни, расфасованные в небольшие пакеты. На примере собственного производства Сергей объясняет, как дорожает картошка. Дело в том, что все сети, они в основном пришли с европейскими стандартами, потому что они европейские сети, и собственники у них европейские. И, естественно, они требуют, чтобы наш продукт был полирован, чтобы он блестел. Для того, чтобы заполировать, мы можем потерять треть нашего урожая. Для того, чтобы привезти, нужно обязательно хорошую фасовку дать. Плюс надо заплатить бонус. И получается уже на наши 8 рублей, плюсом ещё 12 будет услуг. И ведь вот что интересно. Поставщики крупных торговых сетей весь год не меняли цену на картофель. Министерство сельского хозяйства в этом вопросе сейчас разбирается. Но как это ни парадоксально, нам поможет за границей. Россия подписала соглашение с Вьетнамом. И оттуда, как обещают, к нам рекой польются дешёвые продукты. Рис, рыба, фрукты, овощи и орехи. Чиновники отводят на согласование лет 5-6. Владимир Щеглов, Анна Муравьёва, Андрей Зыков, РНТВ. Министерство финансов на этой деле тоже занималось экономией. Предложили в будущем скромнее индексировать пенсии и зарплаты бюджетникам. Ну так, чтобы они не купались в деньгах, как последние несколько лет. Отказаться от услуг повышенной комфортности для госслужащих. Ну, как я понимаю, речь идёт о почтальонах и фельдшерах, да? А также праздновать памятные даты только раз в 100 лет. Ну вот, в 2017-м как раз исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции. Это праздновать мы будем. А вот в следующем году, День космонавтики, 12 апреля, отмечать, наверное, уже не будем. Дата первого полёта в космос не круглая. Подождём до 2061 года, до 100-летия полёта Гагарина. Тем более, что нам сейчас надо думать не о полётах, а о плавании. Гидромедцентр объявил оранжевый предпоследний уровень опасности. Тот ливень, который затопил Сочи, перешёл в Центральную Россию. Каждую неделю приходят сообщения о затоплении городов. Помните, наводнение в Курске, на этой неделе Сочи. Потом потоки воды в Москве. Все говорят, мол, что поделаешь, наши города не рассчитаны на такие тропические ливни, когда за день выпадает такая огромная месячная норма осадков. Наши города вообще ни на что не рассчитаны. Ни на такое количество машин, ни на такое количество людей, ни на такие расходы электроэнергии, ни на такое количество офисов и так далее. И что теперь? Как долго продержатся наши города, не рассчитаны ни на что? От власти Сочи уже заявили, что они не виноваты в потоплении города, потому что ни одна ливневая система не рассчитана на то, что в день на город выливается две месячных нормы дождей. Были затоплены несколько кварталов, аэропорт, а железнодорожный вокзал превратился скорее в мор-вокзал. Где-то пришлось эвакуировать население, погасло электричество. Но сейчас город уже приходит в себя. Сочинский ливень, как я сказал, пошёл в Центральную Россию. В Москве его ждали с особенной тревогой. И здесь на прошедшей неделе уже случилось сильное подтопление улиц. Вот эти кадры из Камергерского переулка впечатляют. Смывают тяжёлые клумбы вместе с землёй и растениями. Это при том, что московская мэрия потратила на оборудование ливневых канализаций столице порядка 18 миллиардов рублей. То есть сказать, чтобы столица не подготовилась, мы не можем. По крайней мере, на бумаге. А ведь это был не самый сильный и не самый продолжительный ливень. И никто не гарантирует, что такие аномальные ливни не придут снова. Конечно, будь у меня фантазией побогаче, я представил бы себе, как мэр Собянин плывёт над Москвой в каяке и спасает своих замов из верхних этажей Москва-Сити. Правда, не всех. Тех, кто отвечает за ливневую канализацию, не спасает. А там внизу, вдоль широких проспектов, плавают щуки и огромные усатые самы. Ну и всякая мелочка России с плотвичками. Ладно, надеюсь, всё это останется только в моей воспалённой фантазии. Поговорим о других фантазиях, которые действительно уже воплощаются в жизнь. В России раскрыт монархический заговор. На этой неделе стало известно, что депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуться в Россию потомкам Романовых и даже направил обращение к представителям Российского императорского дома княгине Марии Владимировне и князю Дмитрию Романовичу. Это при том, что первая же строка Конституции России звучит так. Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. При этом депутат Петров признался в комментариях СМИ, что большинство россиян идеи возвращения царской семьи не поддерживают, но предложил не обращать на это внимания. Вот, хоть и монархист, а есть в его словах настоящая чиновничья мудрость, народ частенько портит чиновникам статистику и бизнес. Самый яркий пример – история так называемого угонья самолёта из Ишимского авиаклуба «ДСААФ». Местный руководитель полётов, судя по всему, занимался традиционным российским промыслом, превращал государственное имущество в частное и продавал его – самолёт этого клуба. Но одна сделка оказалась неудачной. Покупатель, московский учёный-ядерщик, не от мира сего, устроил скандал. Купил самолёт, а тот чуть не упал при перелёте в Москву. Опешив от такой наглости, Ишимский авиадилер не придумал ничего лучшего, чем обвинить учёного в угоне самолёта. Но тут начался скандал. Всё-таки физики-ядерщики не каждый день угоняют самолёты у нас. И, похоже, «ДСААФ» ждёт серьёзная проверка из Министерства обороны, которая очень заинтересовалась. А какое ещё имущество за эти годы превратилось из государственного в частное? Каковы, так сказать, масштабы самоуправления в этой сфере? Разбирался Леонид Китрарь. Вот он, Як Раздора, стоит на аэродроме в 100 километрах от Тюмени, в городе Елуторовск, с поломанным винтом. Отделение «ДСААФ» в Ишиме уверяет, крылатую машину у них угнали нагло, посреди ночи, прямо с аэродрома. Даже одного взгляда на этот самолёт достаточно, чтобы понять. Его никто не угонял, его специально готовили к полёту. Например, вот здесь, в обычном Як-52, сидит второй пилот. Но сейчас там установлен дополнительный топливный бак. Специально для того, чтобы самолёт мог улететь как можно дальше. А этот молодой парень у экрана с кучей графиков и формул Илья Кудряшов. Идеалист, будущий космонавт и настоящий учёный. Всего за несколько минут он может объяснить, что такое большой адронный коллайдер и зачем он нужен. По мнению Ишимского отделения «ДСААФ» именно, молодой гений и есть дерзкий угонщик государственного имущества. А вовсе нечестный покупатель. Да и вообще, приобрести самолёт у добровольного общества содействия армии и флоту, по мнению его руководства, невозможно. Самолёты мы не можем продать, потому что они нам не принадлежат. Мы берём их в эксплуатацию. А кому они берут? В государстве. То есть это невозможно? Это невозможно. Для Ильи новость о том, что его считают грабителем, стала настоящим шоком. У стражи порядка к нему вообще никогда не было никаких вопросов. А уж побывать за решёткой для физикоядерщика – настоящее испытание. И уж точно не из приятных. Был заключён договор купли-продажи. Подписан акт приёма-передачи самолёта. После чего он являлся моим личным имуществом. Я имел право как лететь, так и вести. На покупку этого самолёта Илья Кудряшов копил очень долго. Даже переводил деньги частями в течение нескольких месяцев. Вот выписка из банковского счёта. Видно даже получателя. Валерий Павлович Б. Деньги с учёного в какой-то момент начали требовать, угрожая разорвать сделку. Причём общение происходило исключительно через посредника. Сейчас звонил Валерий Павлович. Просил тебе передать, если в понедельник деньги, 500 тысяч рублей, вы не переведёте в счёт оплаты самолёта, то он разрывает с вами сделку. Продавать вам якорь не будет. С деньгами учёный расставался легко. Он мечтал покорить звёзды, но чтобы закончить программу подготовки космонавтов, ему требовалось освоить сложное пилотирование. Подходящий самолёт физик нашёл в Тюменской области и обрадовался возможности его купить, как ребёнок. Администрация клуба с радостью сообщает, что заключено предварительное соглашение на покупку Як-52 в славном городе Ишин. Сам лететь на Яке Илья не мог, не было допуска. Но увлечённого молодого человека прикрыл товарищ, лётчик с 40-летним стажем. Ромаз Шермадени – легенда авиации. Он вытаскивал людей из кошмара землетрясения в Грузии. Это его подвиг позже лёг в основу сценария фильма «Экипаж». Ромаз, видно, родился уже лётчиком. Я знаю, что многие ребята, которые обучались у Ромаза, я знаю, что многие были у нас, были в гостях у нас. Замечательные люди, чистые, открытые. Жена Ромаза Татьяна мужа отпустила спокойно, знала, что для него значит небо. Когда она узнала, что самолёт с её мужем за штурвалом совершил аварийную посадку, не испугалась. Бывало и не такое. Потом она увидела Ромаза уже по телевизору за решёткой. Ну, кому вы оставили самолёт? С кем вы разговаривали? Я разговаривал, как он тогда назвался, Дмитрий, по-моему, комендант аэродрома. Я ему сказал, что был отказ двигателя и не вышел счастливее. Поехать в суд в Екатеринбург Татьяна не смогла. Отправился в столицу Урала Анатолий Кудряшов. Отец Ильи, он же, привёз и показал переписку сына с продавцом. Илья, привет. Палыч спрашивает. Палыч – это продавец самолёта. Когда за своим самолётом прилетишь. А насчёт помощи Палычу я тебе написал, сможешь или нет, с уважением, Виталий. Вот с какими мыслями Илья летел в город Ишим за самолётом Як-52. Ты, он, летел за своим самолётом. А это ещё одно письмо. Продавец вовсю рекламирует самолёт и даже уверяет – документы вообще не нужны. Небольшой ремонт ему, конечно, нужен, но Як в лётном состоянии. Документов нет, да они, в принципе, и не нужны. Это сами объявления. В открытом доступе три самолёта на выбор. Все Як-52. В конце номер телефона. Он уже неделю отключен. И подпись – Белявский Валерий Павлович. На Ишимском аэродроме ДОСААФ именно он отвечал за ремонт и техническое состояние самолётов. Мы, он занимался этим ремонтом. Как ответственно ему всё. Он делал, 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 питает. Эту короткую запись мы сделали в Ишиме. Самого Белявского от работы отстранили. И теперь он усердно скрывается от журналистов и двери не открывает. Говорить в открытую работники аэродрома отказываются. Но показали нам всю подноготную. Из чего собирали тот самый Як-52. Вот этот полуразобранный Як-52, скорее всего, и есть тот самый, из которого собирали тот неопознанный самолёт, на котором улетел отсюда с аэродрома ДОСААФ в Ишиме Илья Кудряшов. Кстати, обратите внимание, здесь отсутствует часть фонаря кабины. Как раз в том самом месте, где в том самолёте установлен дополнительный топливный бак. Это Як-55, исключительно спортивный самолёт. И на нём нет двигателя. Как говорят работники ДОСААФ в Ишиме, именно он стоит на том самом Як-52, который купил Илья Кудряшов. Самое интересное, что инспекция из Москвы, осмотрев аэродром в Ишиме и самолёт в Елутровске, пришла к неожиданному выводу. Никто ничего не угонял. При этом инспектор, глава лётного департамента самого ДОСААФ. Для меня ясно и понятно, что это не угон, это коммерческое предложение с одной стороны и покупка с другой стороны. Виктор Бычков даже при беглом осмотре соглашается. Як-52 кустарщина. И понять, из чего его собрали, почти невозможно. Они покупали летающую машину, понимаете. И естественно, они были ознакомлены. Почему ещё со сторожами, когда вопросы поднимают, как же они и сторожей знали, и сторожа их знали, что они были в улице. Это даётся. Все договаривались. Заявив угонщиков, искали аж при помощи ПВО страны. Для поисков этого воздушного судна были задействованы силы Росавиации, ПВО, ВВС, правоохранительных органов. Кстати, на аэродроме Ишима не осталось ни одного Як-52. Видимо, все продали. Возможно, именно поэтому руководство продолжает уверять, самолёт угнали. Вот всё-таки, по вашему мнению, это угон был самолёта? Ну, конечно. Угон, да? Ну, в 3 часа ночи, ну, как мне угон? Бардак. В структуре ДОСААФ дошёл уже до министра обороны. Только по предварительным оценкам, около третье имущество, числящегося на балансе организации, пропало в неизвестном направлении. Надо провести полную металлизацию имущества. Опять же, под этот план. Сегодня у ДОСААФа огромное количество имущества. Разное. У нас есть заводы, у нас есть ремонтные заводы в ДОСААФе, есть аэродромы, есть движимое, недвижимое, ну, и много-много-много разных вещей. Чем закончится инспекция, представить невозможно. Между тем, задержанных лётчиков и суда отпустили под залог. Я, наверное, произвожу впечатление человека, которого можно легко обмануть. Сейчас я буду доказывать, прежде всего, себе и обществе, вам, что это неправда. Как это ни печально, самолёт Илье вряд ли вернут при любом финале этой истории. Летать на нём просто опасно для жизни. А вот добиться справедливости и постараться вернуть системе ДОСААФ в былую славу кузницы прекрасных специалистов, вместо пристанища любителей поживиться за государственный счёт, он, скорее всего, сможет. Леонид Китарарянна Львова и Олег Серебряков, РЕН-ТВ. На этом всё. Остается только с грустью сообщить вам, что наша программа выйдет теперь только в начале сентября. Я прощаюсь с вами надолго. А в следующее воскресенье я присоединюсь к вам по другую сторону экрана, потому что в воскресенье в 23.00 РЕН-ТВ будет показывать лучшие моменты большого рок-фестиваля нашествия. До встречи на диване. Я Андрей Добров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова